с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 29 августа международный день действий против ядерных испытаний с инициативой принятия этой резолюции имеющий большое число авторов и савторов выступила республика казахстан с тем чтобы отметить закрытие в этот день семипалатинского полигона о чем мы поговорим чуть позже ну а теперь о родившихся 1909 год в этот мир приходит пётр старостин легендарный футболист один из организаторов общества спартак а в 1915 году рождается ингрид бергман шведская киноактриса за роль жанны дарк ее почти канонизировали она снялась в огромном количестве картин играла во многих спектаклях семь раз номинировалась на оскар и два раза за касабланку и осеннюю сонату его получила чарли паркер родился в 1920 году американский джазовый музыкант альт-саксофон основатель стиля бей-боп в 15 лет чарли в первый раз женился бросил школу и стал профессиональным музыкантом его мир прокуренные ночные клубы которых рождался современный джаз позже скажут что именно он его придумал паркер умер в 34 года пережив одиночество наркотики и мировую славу его называли пташка гений импровизации события дня 1498 год отбывают на родину корабли васко дегамы проложившие морской путь из европы в индию поначалу отношения европейцев с аборигенами и их правителям складывались вполне благоприятно напряженность стала нарастать когда выяснилось что привезенные товары пользовавшиеся большим успехом в африке выглядят убого на фоне индийской продукции денег у мореплавателя не сумевшего реализовать свой товар конечно же не было и прихватив с собой пятерых заложников из местной знати он спешно поднял паруса 1698 год петр первый подписывает указ предписывающий брить бороды и носить одежду европейского образца приехавший из европы царь начинает круто выводить европейские порядки бороды оставляют только духовенству и крестьянам посадские получают разрешение на ношение бороды при уплате особой пошлины от 30 до 100 рублей и эта сумма была очень значительно указ о ношении иностранной одежды гласил в москве и в городах носить платье венгерские кафтаны верхние длиною по подвязку а из подней короче верхних тем же подобием указы прибивались на лобных местах чтобы их не срывали к ним представлялась охрана а на улицах выставляли манекены в новых одеяниях 1831 год майкл фарадей успешно демонстрирует первый электрический трансформатор в королевском институте лондон великобритания этот самый трансформатор осуществляет преобразование переменного напряжения самых различных областях применения электроэнергетики электроники и радиотехники фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции которая лежала в основе действия электрического трансформатора при проведении им основополагающих исследований в области электричества 1862 год во время военного похода на папскую область в сражении у аспромонте получает ранение арестовывается джузеппе гарибальди от ампутации ноги гарибальди спасает русский хирург пирогов а волна протеста во всем мире с требованием освобождения гарибальди вынудит власти сардении амнистировать его и выслать на остров каплера 1885 год немецкий инженер год лип даймлер получает патент на мотоцикл первый мотобайк массы порядка 70 килограммов оснащен одноцилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 0,5 лошадиных силы позволявшим развивать скорость аж до 12 километров в час пионером мотоциклетной езды становится пауль даймлер спустя пару месяцев одолевший на отцовском экипаже расстояние в 10 километров сам же конструктор на коммерческий успех мотоцикла особенно не рассчитывал и скорее видел в нем некий аппарат для испытаний новых образцов бензиновых двигателей 1912 год в москве на чистых прудах открыта панорама бородинской битвы она выполнена немецким художником францем рубо для того чтобы воплотить задуманный им основной сюжет панорамы бой за деревню семеновскую ему пришлось построить под мюнхеном где он жил специальный павильон в котором полотно 115 метров в длину и 15 в ширину можно было разместить полностью работа над ним продолжалась в течение 11 месяцев затем уже готовое полотно было наверно то навал и доставлено в москву 1930 год на базе аэромеханического факультета мвту создается новое высшее учебное заведение московский авиационный институт зарождение маи начинается еще в 1909 когда по инициативе жуковского в императорском техническом училище ныне мгту имени баумана начинается чтение лекций по теоретическим основам воздухоплавания с этим институтом связана деятельность таких выдающихся авиаконструкторов и ученых как туполев поликарпов якоблев 1949 год успешно испытана первая советская атомная бомба мощностью в 22 килотонны а в 1991 году выступая по радио президент рсфср борис ельцин заявляет что идея союза себя не черпала и что нас не должно пугать объявления рядом республик своей независимости в этот же день в 1991 году закрыт тот самый семипалатинский ядерный полигон казахстане в 1949 году как я уже сказал здесь взорвали первую в ссср атомную бомбу в пятьдесят третьем испытаны термоядерное устройство а еще спустя два года водородная испытания проводились вплоть до 1989 всего их было около 470 1995 год 11 человек ранено в результате взрыва вечером у здания парламента грузии среди пострадавших глава грузинского государства эдуард шварнадзе президент получил легкие ранения лица и рук через несколько часов после покушения был выписан из больницы ну и последнее в 1958 году в этот мир приходит майкл джозеф джексон король поп-музыки он стал работать на отца уже в пятилетнем возрасте джозеф отец сформировал из своих детей группу джексон файв майкл вспоминал как жаждал поиграть со сверстниками футбол в парке через дорогу но ему приходилось до позднего вечера сидеть в студии и записывать записывать альбомы у джексона была дисморфофобия психологическая болезнь когда человек постоянно недоволен своей внешностью из-за этого-то певец и делал себе такое огромное количество пластических операций кстати благодаря джексону впервые появились музыкальные клипы сюжетной основы его коронное движение когда певец наклонялся вперед под углом на 45 градусов многие считали умелым монтажом так как это вроде бы противоречит законам гравитации но секрет в специальной обуви которую запатентовал джексон ну а знаменитую лунную походку майкл впервые продемонстрировал в мае 1983 и хотя он не изобретал ее походка неземного фактически артиста стала визитной карточкой майкла джексона который скончался в 2009 году с вами был николай певненко в проекте дата